Здравствуйте! Программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня, как всегда, говорим с вами о самых интересных событиях и людях. Все это происходит в городском округе Люберцы, где эти люди живут, где работают и где происходят разные события. И где у нас есть победители премии губернатора «Наши Подмосковья». Рад приветствовать представителей и победителей. Прежде всего, это руководитель военно-патриотического клуба «Воинская дружина». Наш гость сегодняшней программы Алексей Олегович Неконоров. Здравствуйте! Здравствуйте! И, я так понимаю, один из членов клуба. Воспитанник. Воспитанник клуба. Тут тоже есть своя разница. Видите, у нас здесь все по-военному. Разговор будет строгий. Это Андрей Мажуга. Здравствуйте, Андрей. У вас какое-то уже звание есть в клубах? Вот в этом вашем объединении. У нас есть должность. Должность. Какая должность у Андрея? Замком взвода. Помню, помню, помню. Так уже должны быть лычки какие-то? Или у вас нет лычек? Лычек нет. Да? Это специально так сделано? Мы до этого не дошли. А, понятно. Только развиваемся. Хорошо. Ну, давайте поговорим. Сейчас, вы знаете, тема патриотизма, она, конечно же, муссируется. Некоторые люди только говорят, что вот нужен какой-то патриотизм, нужно как-то увлечь молодежь и так далее. Но никто для этого ничего не делает. А есть люди, которые мало говорят и делают. И, судя по всему, вы относитесь ко вторым. Это пришло как-то сразу или постепенно? Или кто-то вам... Это пришло постепенно. Это пришло постепенно. И в клуб я вошел тоже постепенно. А именно и зашел-то через своего сына, приведя его в этот клуб. И так сложилось, что через некий период времени клубом нужно было кому-то возглавить. Клубом я руковожу три года, а начало клуба ведет аж с 11-го года. И сейчас вы являетесь руководителем клуба. Сейчас, да. И вы стали участником премии «Наша Подмосковья». Уже не первый год. Второй год подряд мы побеждаем. В этом году мы открыли несколько направлений. И количество воспитанников у нас увеличилось в разы. А что за направление? Направление поподробнее. У нас открылась автомастерская. То есть был приобретен автомобиль. Дети у нас... На котором можно... Конечно. Он у нас в этом году участвовал в параде на 9 мая под Томилино. В Люберцах мы его не задействовали. А что за автомобиль? Автомобиль ретро. Автомобиль у нас направление. Это внедорожник. Луаз. Ой. Тот внедорожник. Луцкий автомобиль. Все совершенно верно, да. Прелесть какая. Запорожским двигателем. Движок. Все родное, да. Все хорошо перебрано. Ездит как новый Блисси. А много ребят принимало участие? Сейчас мы об этом вот говорим. Собраться? Да. Ну, это участвовал целиком первый взвод. Во взводе у нас первым 20 человек. 20 ребятишек. Какие еще у вас есть направления? Чем еще занимаетесь? Здоровое направление. Мы его уже практически запустили. С декабря она будет функционировать. Это единоборство. То есть у нас появился зал. Зал помещения нам предоставила администрация Брестского округа. Именно молодежный клуб, к которому мы непосредственно относимся. Являемся одним из подразделений. Мы его оборудовали. Как раз таки премия прошлого года была направлена на оборудование этого зала. Теперь у нас свой зал. Сто квадратных метров. Шведские стенки. Татами. Боксерские мешки. А что будет за единоборство? Разное? Зиноборство будет смешанное. Комплексное. То есть акцента на какой-то определенный вид спорта не будет. То есть задача подготовить ребят. Ну, чтобы могли. Чтобы могли постоять за себя, помочь кому-то, да, и преодолеть свой страх. Все эти направления и отчеты о работе, то есть тот же самый ремонт автомобиля, реставрация, ремонт зала и его оборудование, можно посмотреть на нашем сайте. У нас есть раздел, в котором это все поэтапно. А сайт как называется? Сайт называется vpkvd.ru. Ну, про по запросу воинской дружины Люберцы. Мы сразу воскаким. Найти раздел, интересующий в фотоальбоме. То есть наш внедорожник. Там этап будет прям... А сейчас вам дали премию, так понимаю, за... Премию сейчас дали за третье направление, которое у нас на стадии реализации. Так, расскажите, что... Премия приурочена была именно проект в развитии стрелкового вида спорта. Стрелять любят детишки все. Это мотивирует многих. Проблема в том, что пострелять-то негде. Мы используем, пользуемся нашими полевыми выходами, когда мы периодически выезжаем на природу. На сутки, на двое, на трое. То есть независимо от времени года. И летом, и зимой мы ездим. Все у нас есть для этого. Кстати, благодаря, опять же, администрации. Помогли. Купили нам и шатры, и печки. Все у нас есть. Все генераторы. Мы укомплектованы, конечно. В том числе и... Выясное учение. Да, и машину пока еще не эксплуатировали там. Но она к этому и должна была... Будем ее использовать в этом плане. Стреляли там. Есть у нас такой магазин люберецкий, известный. Называется он «Люберецкий арсенал». Как раз таки он в некоторых моментах шествует над нами. То есть помогает. А именно каким образом он дает нам вновь поступившее оружие, я замечу, пневматическое оружие. Не огнестрель, а пневматическое. На тестирование. То есть если мы едем в полевой выход, звонок туда. То есть еще использовали для дела? Конечно, да. Руководителю мы едем. Все, Алексей, зайди, возьми, протестируешь, расскажешь как. Им хорошо. Они понимают, что они продают. И нам хорошо. Детишки удовольны стрелять. То есть помощь некая идет от них. А как раз таки там произошли знакомства со стрелками-любителями и профессионалами. И вот тут интересный момент. Те, которые участвовали и участвуют. И они все давать-давай. Они готовы с детьми заниматься. Толкают даже на то, что по «Люберцам». У нас в «Люберцах» это не развито. Было когда-то. Все это хорошее забыто. Давай возобновляем. То есть, может быть, для кого-то это станет профессиональным недоспортом. Это задача именно создать, наверное, прийти к тому, к созданию какой-то сборной юношеской. По участию в стрельбе именно из пневматического оружия. Ну, давайте мы сейчас тогда... С огнестрелом чуть-чуть посложнее. Да, ну, да, пока рано. Давайте с Андреем сейчас поговорим. Андрей, а вы давно участвуете в клубе? Три года. Три года. Сами пришли или кто-то заставил, или друзья позвали? Сам пришел. Да? Почему? Зачем? Ну, увидел я этот клуб, когда участвовал в соревнованиях за школу. Называется соревнование «Зарница», которое проходит среди тамильских школ. Ну, я увидел на соревнованиях, что вот пока воинская дружина проводит эти соревнования. И то есть занимается военным делом. Мне очень это сильно понравилось. И я решил подойти после соревнований и спросить, как можно вступить. Сказали мне дату, время, когда приходить. Я пришел. Взяли? Да, взяли на занятия. Спрашивали много? Вопросы задали много? Нет, немного. Ну, тренировка за тренировкой. И вот я уже занимаюсь там три года. Четвертый год идет. Скажите, а вы планируете вот свою жизнь как-то с военной темой? Ну, да. Да? То есть офицер? Ну, не офицер в Московский авиационный институт, который связан тоже и с военным делом. Там есть и военная кафедра. То есть я вот хочу туда пойти. То есть мне это нравится. То есть может быть военным ученым станете, скажем так? Да, да. Можно и так сказать, да. Хорошо. Ну, скажите, в вашем возрасте такие же ребята, как вы, любят погулять где-то там, потусить, еще что-то. А вот вы ходите, там что-то участвуете и так далее. Почему вот они там, а вы тут? Мне это нравится, мне это очень нравится, мне это интересно, я этим увлечен. И то есть разные мероприятия, которые нужно провести или которые приглашают, нас зовут. Я с радостью иду. То есть мне нравится проводить с ребятами, которые в клубе. Сколько человек сейчас? Сколько вы вот ходите, участвуете? Где-то около ста человек. Сто четыре. Сто четыре. Сто четыре, если быть точным. Тут точно знает руководитель. Сто четыре. Я хотел узнать, что у вас за награды такие на вашем кителе? У меня три медали. На вашей форме, да. Одна синяя, это за отличительные услуги и за продвижение нашего клуба. Так. Это от клуба? Это клубная, да. Это наша внутренняя награда. Да, так. Вторая, юный гвардеец, это за проведение соревнований «Зорница», на которых я как раз-таки и пришел в клуб. А третья, это за почетный караул, который проводится у нас 9 мая в Томилино. Я так понимаю, что каким-то образом, если речь идет о юном гвардейце, Росгвардия тоже принимает участие в этом проекте? Пока что нет. Пока что нет. Ну а кто-то из военных принимает участие, из других селарных структур? Потому что вы открываете силовые виды спорта, предположим, может быть, еще что-то будет, ну такое военизированное. По идее, они должны этим заинтересоваться? Есть контакт? Или вы пока еще сами существует? Пока мы их только еще налаживаем. Мне кажется, это будет интересно. Да, будет, конечно. Почему? Потому что вот если человек поступает в мои, а это замечательно, в какой-то степени у меня тоже было первое образование похоже. И это очень важно, когда люди помимо каких-то практических вещей еще будут знакомиться с людьми, которые реально этим занимаются. Совершенно верно. Скажите, вот я так понимаю, что у вас же присутствуют и юноши, и девушки, да? Да, конечно. А им-то зачем? Ладно, вы постреляли, это же здорово, да? А девчонки-то зачем? Что они интересного находят в этом? Многим девочкам тоже нравится заниматься в этом клубе, как и мне. То есть они увидели, заинтересовались, также пришли в этот клуб и занимаются. У нас, потому что в клубе, кроме военной подготовки, есть еще и физподготовка. То есть это бег, подтягивание, отжимание. Ну, в школе же тоже есть. Ну, это дополнительная нагрузка. Да? Да. Некоторые не ходят на физкультуру, а вы еще дополнительная нагрузка. Молодцы. Ну, борьба, то же самое. То есть, чтобы девчонки... А вы какую борьбу выбрали? Самбо занимался раньше. И вот смешанное единоборство в военно-патриотическом клубе. То есть... Ну, я не зря, естественно, адресовал вопрос по поводу участников клуба, потому что сейчас после перерыва на месте нашего молодого героя появится молодая героиня. Потому что есть действительно девочки тоже в этом клубе, а наш главный организатор всего этого процесса остается вместе с нами. Мы делаем небольшую паузу в программе «Открытый диалог». Напоминаю, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях представители военно-патриотического клуба «Воинская дружина». И прежде всего хочу представить руководителя Алексея Никаноров. Еще раз представляю его, потому что во второй части к нам вместо Андрея Мажуги присоединилась еще одна воспитанница клуба Кристина Химерова. Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте. Прежде всего вам задам вопрос. Все-таки вот чтобы сразу расставить точки над «и». Ну ладно, парни, пострелять, побегать, побороться. Ну что-то такое. А девчонке-то зачем форму-то надевать? Ну у нас сейчас время такое, что у нас теперь не только мужчины защищают нашу страну, но и женщины тоже. То есть мужчины слабее стали? Да это не обязательно. Просто женщины к ним подтягиваются. Ну я помню, когда у президента попросили девушки, а мы тоже хотим в армию служить. И была такая команда министру обороны, что давайте разрабатывайте. А вы в армию хотите потом пойти? По армейским стопам? Ну почему бы и нет. Ну а какая бы, например, была бы должность? Связистка. Связистка. Радистка какая-то шпионка. Ну может быть. Ну вот видите как. Кстати, Алексей, скажите, пожалуйста, Алексей Олегович все-таки в присутствии воспитанников, что такое для вас патриотизм? В первую очередь это воспитание. Так. А в сущности, если у нас называть военно-тречий клуб, то в нашем клубе задача именно воспитать. Не выпустить выпускников, которые пойдут служить дальше в армию, а побольше себе подготовить его к взрослой жизни. А человек уже сам принят решение? Конечно, конечно. Нету той мотивации, именно пришел, значит будешь воен. Нет такого. Потому и открывается направление посторонним. То есть автомастерская и автоспорт, и автомастерская, задача которой наладить мастерские как слесарного, так и столярного дела. То есть мальчишка что взял молоток, забил гвоздь. Ну, кстати, это очень такая важная история, потому что уже лет пять, наверное, говорят о том, что вот этого уровня профессионалов, ремонт, рабочие специальности, их просто практически нет профессионалов. Мы даже можем посмотреть это по своему дому, когда у нас что-либо происходит. Во-первых, то, что продается, то, что называется крайном, даже если ты сам купил и поставил, не факт, что ты не зальешь соседей. Ты приглашаешь так называемого профессионала, он приходит и меньше знает, чем ты. Это важная история. Но вернемся, кстати, к стрельбе, к тому, в чем вы победителями стали. А вы, кстати, тоже стреляете? Да, конечно. И сколько выбиваете-то? И из чего? Из всего. Из всего, да. Как она называется-то, господи? Я помню, что 40 выбивало с 50 или 40 больше, с 50. Вы же по этим самым стреляете? По мишеням. По мишеням, да? Хороший стрелок? Ну, когда глаз ляжет, тогда хороший. А когда не ляжет? Ну, когда не ляжет, тогда не ляжет. Заставим, чтобы ляжет. Вернемся к этому виду. Я помню, что в советское время этим занимался ДСААФ. Совершенно верно. Насколько я также помню, недавно, то есть такое официальное название старенькое сохранили, и вроде бы как начали говорить о том, что вот президент говорил, что у нас ДСААФ должен вернуться, что мы должны каким-то образом помогать и так далее. Вам помогает ДСААФ сегодня? Вот как раз-таки этот проект и направлен на развитие стрелкового вида спорта, да? Совместно с ДСААФ. Так. То есть именно помещение, которое мы с моими воспитанниками и их родителями... Отреставрировали? Отреставрировали, да. То есть работа закончилась на 70%. Оно было в ужасном, в плачевном состоянии. Его у нас на территории Люберецкого ДСААФа был тир. В 90-х годах на него повесили замок, крыша протекла, крыши нет, на крыше росли деревья. То есть в таком состоянии мы это помещение приняли. Мы вошли как первичная организация в состав нашего Люберецкого ДСААФа. Помимо этого мы вошли в состав Ассоциации военно-патриотических клубов ДСААФа России. Так. То есть наш Люберецкий клуб и в составе там находится. Ждем от подтверждающих документов. И на основании этого объединения соглашения мы планируем возобновить дальше работу. Вот вернемся мы все-таки к молодежному клубу и к воинской дружине, как называется, ваш клуб. Я так понимаю, что у вас растет это объединение. Расскажите, что у вас сейчас происходит. Когда клуб я принимал, это было три года назад, я взял его с 20 воспитанниками. За три года у нас количество выросло кратно пяти. То есть сейчас, если это точно сказать, 104 воспитанника. Из них за последние полтора года большой поток девочек. То есть девочек порядка 25 уже есть. Я же говорю, мужик ослабел. Для меня это новое, для меня это интересно по той простой причине, потому что у меня нет никаких привилегий, кого гонять. Мальчишку, если девчонка приходит, я сразу говорю родителям. А кто, кстати, ответственные мальчики или девочки? Девчонки. Если взять по составу командующим, то 70% командуют девчатами. А почему, Кристина, девчонки ответственные? Чтобы по-другому как-то склад ума, склад подхода? Мальчишки все-таки больше силы берут, а девочки умом. О, как замечательный детский ответ. И не надо ничего говорить. Но с другой стороны, я спрашивал у Андрея в первой части программы, хочу этот вопрос вам адресовать. В чем патриотизм женский? Вот есть мужское патриотизм, как это понятен. Родину защищать, единоборство, в конце концов автомобиль ремонтировать, на котором потом вместе с семьей ездить куда-нибудь. А в чем женский патриотизм заключается? В том же самом. В том же самом? Да. То есть касаемо всей семьи все так же для семьи. Ну, вы же понимаете, что вы вырастете, если вы будете в армии, а как же семья, а дети? Ну, это же все можно сделать. То есть параллельно? Конечно. Хорошо, если вы пойдете по военной части, я просто к чему веду? Я знавал женщин с очень большими погонами. И меня всегда поражало, когда вот женщина с большими погонами, там, полковник, генерал, вот, и вокруг нее, значит, роятся капитаны, майоры, подполковники, и они все ее слушают. Так интересно наблюдать. А потом я подумал, господи, ну, была же у нас в истории нашей России Екатерина II, и Елизавета была, и Анна Иоанновна была и так далее. Вы хотите быть генералом? Ну, так, мы же можем сегодня пофантазировать или предположить. Ну, на самом деле, погоны не важны. Так. То есть все-таки это больше... Я же это не для кого-то делаю. Для себя. Я же делаю это для себя. Мне важнее не то, что обо мне будут думать окружающие, а то, что обо мне будут думать именно мои родные люди, моя семья, которая у меня будет. Они не против, кстати, вашего сейчас направления? Нет. Я больше чем уверена, что когда у меня будут дети, они будут смотреть на свою маму, и моя мама добилась. То есть у вас будет династия. Может быть, может быть. Вот значок мастерок третьего класса. Я помню по армии. Мы сейчас вот смотрим, что у вас на форуме. А что у вас за награды? Расскажите. Две мои награды с флагом России. С георгиевской ленточкой? Да, синий. Они у меня за отличное введение клуба, за успехи. Да, за то, что я ответственно отношусь к своему клубу. С георгиевской ленточкой, за то, что я проявляла активное участие в караулах. Понятно. Кстати, вот это, мне кажется, хорошая идея, Алексей Олегович, что вот эти вот награды, они тоже как-то мотивируют человека. Правда? Наверное, еще есть грамоты. Есть грамоты. Есть еще одна награда, пока ей никто не удостоен. Есть у нас награда, название «Герой». А что нужно сделать? Нужно что-то такое, подвиг некий совершить, чтобы его получить. То есть независимо от того, чтобы это было в клубе. Как интересно. Да, в гражданской стороне жизни. Давайте так договоримся с вами. Как только, ну, во-первых, мы всегда вас приглашаем, само собой. Но как только, вот вне очереди, как только появляется первый награжденный герой, мы тут же вас приглашаем. Алексей Олегович, все-таки вернемся. Как у нас вообще сейчас вот этим молодежным патриотическим движением? Вот вы говорите, такой резкий скачок. Откуда столько людей появилось? По большей степени сарафанной радио. Так. То есть в рекламе какой-то агитации нет, участия не было никакого. Да и некогда этим заниматься. Я так понимаю, что было несколько групп, они как-то объединились или как? Как вообще это происходит? Сейчас расскажу. Вот к объединению как раз-таки мы пришли в этом году. В этом году, и с чем это связано, я дальше раскрою. То есть в этом году мы объединились с общественной организацией ветеранов Афганистанов, локальных войн, гвардии есть у нас, Леберецкая. Так. Вот. Объединились и создали тем самым молодежное движение. Объединение. В это движение также вступили два военных патриотических клубов. Это наши соседи с города Держинска, клуб Треглав, и новый клуб молодой с города Воскресенска, Гром. Называется он Гром. Это мероприятие было у нас 16 ноября. Объединение, то есть подписано соглашение о совместной работе и проведении мероприятия. С чем это было связано? То есть акцент моего воспитания стоит по большей степени в работе. То есть пострелять, побегать, я не сторонник этого. Ну это различие. Я считаю, на их век это выпадет, и этим займутся другие люди ближе уже к возрасту сознательного. Но есть те ребята, которые, взять пример Треглав, который возглавляет Горшко, он разведчик. Он разведчик по сей день. По сей день с ребятами бегает, стреляет. То есть для этого было заключено соглашение. То есть мои же ребята постарше, отправляетесь к нему. А, ну то есть, да, получается такое универсализация. А если поработать, то ко мне. Это означает, что вполне возможно. Обмен опыта и помощь. Кристина, уже программа заканчивается. Вы встречались с ребятами, которые постарше или еще какие-то происходят встречи? Как вот, ну, есть, понятно, старший преподаватель, назовем, а есть просто вот коллектив. У вас есть какие-то традиции, какие-то тайные посвящения? Это вот принятие присяги, это вот прям уже официальное посвящение. А что такое присяга? Торжественная клятва, попробую. Что такое торжественная клятва? Для меня? Нет, вот что это, как это происходит? Что это, вы клянетесь кому и чему? Это полностью отдаваться своему клубу, полностью отдавать себе отчет, что ты в нем делаешь, для чего ты это делаешь. Не нарушать границ чужих людей и держать себя. Даже немножко что-то восточное в этом есть, да, Алексей Сергеевич? В финале хочу у вас спросить. Вот нас сейчас могут смотреть и родители, и бабушки, и дедушки, и просто ребята, которые, возможно, заинтересуются и придут к вам. Куда можно обратиться? Ну, мы знаем, что есть сайт и так далее. Конечно. И к чему нужно быть готовым? Мы также находимся во всех соцсетях, по запросу воинская дружина. Всегда, пожалуйста, нас найдут, контакты. Мы дислоцируемся от Тамилина, в 17-й школе тренировки проходит, это Чехова 2. К чему нужно быть готовым? К молодому человеку или молодой? Человеку просто нужно прийти, и независимо от его развития, даже дети, которые ограничены физически, то же самое приходят, к ним уже другой подход, другие нагрузки. То есть в этом абсолютно нет. Надо готовиться работать, делом заниматься, правильно? Работать, конечно. Спасибо вам большое. Мы желаем вам, чтобы, во-первых, с ДСАФом все хорошо было, во-вторых, чтобы премии становилось больше, и наград у ваших членов клуба не только внутренних, но и внешних становилось больше. Ну и спасибо вам за то, что вы пытаетесь ребятам помочь как-то это время, такое замечательное, не взрослое еще, провести с толком, с чувством, с расстановкой. Алексей Олегович Некануров, руководитель военно-патриотического клуба «Воинская дружба», и Кристина Химерова, которая является участницей, или как вы правильно говорите, воспитанницей этого клуба. Спасибо вам большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами Николай Перменко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова